здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас музыкальный эфир это значит что рано или поздно но сразу же скажу что в финале программы прозвучит настоящая музыка причем музыка это будет исполняться на таком замечательном инструменте как гитара там что в студии у нас советский российский музыкант гитарист и продюсер алексей горбашов здравствуйте алексей добрый день алексей здесь не случайно потому что алексей вообще люберчанин по происхождению что называется и по жизни то есть люберцы для вас это что ну вообще это место с которым действительно связывает но здесь все прошло моя молодость моя юность мое детство я здесь стал человеком скажем вот это красивая название статьи а знать чем сидел николай вот в то время люберцы это была такая очень хорошая школа жизни здесь же было очень непросто выжить 80-е 70-е годы любера которые ходили слышали да вот и мы же играли здесь на танцах то есть у меня была группа с которой мы вот играли на люберецких танцах это время это было достаточно знаете как здесь вот если группа не нравилось исполнители их просто забрасывали мелочью и гнали аж вот был такой до станции до люберецкой как жестко здесь дрались периодически причем дрались очень вот этот люберецкий декам представлял собой такой трансформер в то время вот ряды такие они кресла были несколько штук они когда зал значит представлял собой концертный зал ну либо там кепки но шло до эти ряды выставлялись они скреплялись металлическими полосками такими метр три на по советски так по советски до к полу крепились а когда это была танцплощадка по субботам воскресенье по пятницу водам эти крест снимали сдвигались туда в общем зад короче говоря на на галерку а вот эти металлические пластины атаки длинные и их складывали просто отдельно там они лежали и доходило дело до того что вот эти пластины ход шли вход до абсолютно до стенка на стенку красная горка против как бы это наши золотые конец восьмидесятых начало девяностых и параде нет это конец семидесятых начало 80 очень очень жестко а мы здесь нас мешана местная шпана они нас называли значит так короли рок-н-ролла да и на к нам относились с уважением и нас не трогали поняк вот видите как выжил человек не то что выжил нет на самом деле знаете как 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 у нас например школе я учился я закончил 4 школу и было принято так вот среди моих как бы сверстников если кто-то короче говоря косорезил ну назовем тогда его просто отводили за школу и там объясняли что такое хорошо что к плохо ну да а если надо было высеять наши ну два двое кто-то да поспорили двое на два русские до 1 значит кружок они дрались до первой крови никак не конечно никого не пинали ногами не добивали этого не было но справедливо то есть я говорю мы научились быть людьми потому что все было по справедливости в то время вот это вот это жесткая как бы все парадигма который существовал в то время но на самом деле она вот как бы знаете как сказать она вышлифовывал характер который кстати нужен и гитаристу музыкант продюсеру который потом еще сыграет в группе мираж до миража будет еще любые обо всем этом мы сейчас будем говорить но я не могу не начать с того как простой мальчик из выборец когда первый раз была гитара это что блатные песни почему как-то было ну это случилось вообще вот в одночасье до этого я учился в первом классика я учился я ходил еще в музыкальную школу музыкальная один год я там отучился на фортепиано значит потом в какой-то весна все пацаны играют футбол я с этой папочка идиотской хожу на сальфеджио значит на на специальность на пианино все это но ты вот эти вот значит гаммы на короче я пришел с экзаменов я просто закинул эту папку сказал все никогда музыкой больше и закрыл с грохотом это крышка пианино пианино было резной с этими не было красиво петров до такой все и я прям с грохотом она же посыпалась от него этот так вот будущий гитарист начинался в музыкальный путь да и все мама сказал все хорошо никакой музыки да и вдруг в четвертом классе я пришел к своему другу лучшему другу значит в школе мы с ним вместе учились а у него был магнитофон отца и были бобины я услышал в первой жизни диппепл ладзеппелин значит высоцкого еще как положено есть на все выпал и еще оказалось дома гитара и на этой гитаре он мне показал три блатные аккорда 1 все я пришел домой стал мою купить гитару мучу гитару могу чем мама горит музыка же покончили же покончил но все-таки мама сердце дрогнуло мама купила гитары к простенькую шаховскую совсем такую но через пару недель я уже там ковыряя пальцами сыграл соло из песни группы назарета я помню это был первый провод медленная песня такая она послушала да у тебя что-то получается потом это уже была следующая гитара была уже электрическая ну там дальше уже не остановили на самом деле да я для того чтобы заработать себе деньги на магитофон хотелось же магитофона гитару я пошел после пятого класса на завод который сейчас уже не работает завод сельскохозяйства машиностроения ухтомского ухтомского да и мне ухтомского два месяца я работал там в малярном цехе заработал эти деньги и купил себе необходимое оборудование вот так честный правильный советский мать много прямо до все так но и вот тут возникает такой очень важный момент но блатные аккорды и я тоже проходил эту школу я правда никогда музыкальной школе не учился и гитарка у меня тоже было и у очень многих пацанов была гитарка но мы так как вот были эти аккорды так они остались а вы стали профессионалом где произошла это ломка но видимо в голове что-то вот а я говорю это вот после этого я просто помню что для меня буквально жизнь разделилась на дое после после его да я как когда услышал все у меня срывало башню у меня сейчас и верует я когда вот еду в машине например там играет старые вот заперли старые people я просто все отключаясь от всего я слушаю это потому что действительно в этой музыке воплотилось какое-то невероятное количество всего это какой-то всплеск вообще это озарение было вот эти ребята молодые они что же было были молодые пацаны но это же все живое конечно руками да да и как они до этого додумались как они это изобрели они они изобрели новый новый стиль новый жанр новые звучания новые все это было вообще новое и от этого действительно срывала башню то есть занимались подбором по подбору видимо пришло время когда этот подбор но не только его то есть это как из как у нас ресторанах то назывался фирму можешь фирма да это было фирма да а ну и плюс советский репертуар никуда же от него не денешься я так понимаю что как-то случайно получилось или куда-то вас пригласить как вы вышли из дома то стали играть на гитаре на людях люберецкий дк опять же там родной для меня туда пришли или как лишь ну да с группы мы уже собрали группу школе как называлась эта группа свет и тени она называлась группа это тени кассе значит я пришел в дк ну кто кто-то под знакомый по а у нашего клавишника у андрея шмалкова него работала мама там она был театр она была режиссером этого театра значит тут смотреть но и мы пришли нам далеко он репетировать потом как так получилось что марки естр был юрий алексеевич завражен замечательный человек был там была целая значит паровая секция но духовая секция назывался это был такой эстрадно симфонический оркестр маленький такой мы как шутили вот и там было саксофон две трубы и тромбон вот таким составом этот это было не связано станции это просто была отдельная работа я трудился мир лежал труд трудовой книжка в этом арке если вы стали музыкантом да 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 а учились где-нибудь на это не то есть это вот дело все в том что этому научиться было невозможно потому что не было это сейчас уже есть какие-то форматы обучения когда учат там и року и джазу и по все но я очень сильно сомневаюсь что вот при такой форме образования который сейчас есть можно научить чему-то индивидуально потому что это дано либо не дано вот здесь здесь немножко не так в то время делался в том что большинство музыкантов которые эту музыку сочиняли которые сделали фактически революцию beatles джимми хендрикс фрэнк заппа я могу привести огромный к целый ряд до огромное количество большинство из них они не знали нотной грамоты они нигде не учились никак поэтому они изобретали что-то свое то есть хендрикс взял эту гитару сказал давай вот сюда да давай вот большим пальцем вот так сверху по гриф поиграем а давай и как-то перевернем того и так далее то есть это он изобрел свой звук свой подход свою манеру и мы из-за этого как бы на них вообще обратили внимание потому что это было что-то отличное от того что делают все понимаете но есть классические формы там в любом искусстве есть классические формы устоявшиеся а есть но то что люди изобретают скажем так на колен как и за и да и это становится интересным потому что это что-то новое и действительно если это имеет в себе какую-то ну как бы несет какую-то ценность какой-то смысл в этом есть да то это естественно становится новым трендом и это вот скажите все таки родные это должны были говорить по профессию мама говорил да во первых закончить институт я его закончил институт какой электронно машиностроение а ну тогда понятно тоже такие институты всегда выстраивают мозги в правильном направлении учитывая то что я в нем практически не учился но все равно сдавали за что-то надо же было конечно конечно да да они для мамы вы сделали но не то что для вам для себя в том числе потому что я понимаю что на самом деле высшее образование на дает человеку ну какой-то опыт получать знания не имея скажем вот выковыривать их условно говоря даже не имеете знаний но набить и экзамен сдавать а я не ходил на эти лекции то есть надо что-то изобретать на что-то придумывать опять же изобретение это опять же изобретение да ну и давайте вот мы потихоньку идем к финалу первой части это значит дискотеки назовем это так это какие-то выступления когда вы почувствовали что вы начали но одно дело кого-то там играть наверняка у вас были и собственные произведения вот на танцах начали уже сюда уже свое дело тоже сегодня вы услышите именно уже авторское произведение мы об этом в второй части поговорим но сначала начала ваш жизнь естественно ну так же можно остаться музыкантом просто вот музыкантом вы пошли дальше вы стали работать уже с коллективами может быть сами того не знаю который через какое-то время выстрелит я имею ввиду любая потому что вы мне сказали что там звучит гитара ваша на первом альбом на первом альбом из как попали то ну это было достаточно просто мы закончили когда работу надо альбома миража с андреем литягином студия переехала она стояла у меня дома потом у андрея дома потом все дела собрали оборудование и привезли в дк мэлс там базировалась и там же на на уже это на этом оборудовании начала работать матвиенко игорь который собственно 1 он послушал ну как какие-то вот уже наше произведение о слушай классно да помоги мне да вот сыграть на гитаре дима мальков точно также и димки я сыграл там несколько песнях на гитаре ну вот собственно так а потом еще оказалось что с колей расторгуем он же тоже здесь отсюда и на танцах здесь же он работал на веранде ну как-то вот так вот все завязалось да я сыграл на быть а потом действительно проект был мега интересным в том смысле что он был настолько нестандартным весь этот материал первого альбома что от него действительно тоже как как-то вот ну это было что-то мне было просто интересно в этом принятию часть 5 же изобретение да это было изобретение который кстати до сих пор работает конечно сейчас мы сделаем небольшую паузу потому что я так понимаю слово мираж прозвучало уже видите люди сейчас зацепятся за это мы обязательно должны о мираже поговорить ну и конечно же уже перейдем к тому чем вы занимаетесь сегодня напомню что в финале нашей программы алексей привез гитару все есть вы все услышите маленькое небольшое произведение но об этом мы поговорим в второй части дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях алексей горбашов советский российский музыкант гитарист и продюсер но и конечно же люберчанин прежде всего о чем мы с вами узнали кстати 400 лет люберцам чувствуете себя жителем 400 грани и города здесь надо вот даже открыли стакану 400 летию вот это хоть раз и гулять ну хочется ездить по ней летать потому что до этого тут конечно но невозможно проехать это катастрофа просто было возвращаемся к творчеству 88 год так написано у меня с этого года год такой уже сколько времени то прошло если все чисто сложить юбилей на кстати был гитаристом группы мираж вот как вы туда попавше как можно попасть музыканту который ну да по любви до научился но работает в дыка и не попадает в группу я уже не в дыка работал где у вас еще судьба поносила до мира в альфе я работал в мониторе вальф тоже к на самом деле как как становится профессиональным но на самом деле здесь все все завязано значит в люберцах есть еще один замечательный наш с вами значит до земляк это володя холстин который же гитарист группа ария он жил здесь мальчик мы с ним дружили собирались дома играли на гитарах значит там потом володя значит сарычев собрал альфу и он на первом альбоме сыграл значит соответственно и на втором он до альбом по моему записан с ними вот потом вовка говорит слушай там ребятам надо вот проектировать а у тебя нет возможности и я дал пожалуйста приезжать конечно то оборудование которое у нас здесь было запасное потому что основное стоял на на веранде на танцевальный лето было ну вот они приезжали репетировали какое-то время то есть мы с арчевым были уже знакомы и только я закончилась тут вот прям буквально диплом учил диплом звонить арчев говорит слушай у нас тут сейчас значит вообще от открылись новые горизонты позвонил горит мэрик пашаев я собираю новый состав хочу тебя пригласить то есть до этого альфа была как бы подпольный даже не то что подпольный время альфа была запрещенной группы были списки да 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 и альфа ходила в список запиши не хороший список да не хорош список да тут значит мы уже филармонию пристроились мы пристроились а мы работали в штате марийской государственной филармонии все тогда модно было разбрасывать огромный тут тур большая сборная программа была с лёша романова воскресенье с там большой у нас был короче говоря так концерт двухчасовой и вот мы его закрывали с альфы вот год 86 я проработал в альфе потом что-то начались какие-то ну смеликом был не очень комфортно просто работать вообще вот в этой я меда организационно поэтому мы ушли из басистом с валерой грешковым в группу монитор ездили год с кузьминым и опять же ездили с нашим земляком саши барыкиным с которым мы так в общем мы были как-то завязаны связаны жили вот вообще соседних домах сейчас дружим с его сыном гошей был у нас здесь гостях да вот вот когда в прошлом году было 70-летие барыкина мы исполняли одну из его песен это в квартирнике у маргулиса уже не то есть здесь вот все вот так вот перемешано но и чувствовать причем для вас это перемешано с профессиональной точки зрения а для нас это перемешано с точки зрения зрительской да ну потому что эпоха какая была да вот 86 8 8 8 там появление клипов появления групп которые вдруг вчера запрещенные сегодня разрешенную имена и так далее вот появление миража как элемента такого какого-то совершенно нового и это совсем ну явно же не di purple правда как вот так в этом весь в этом вся и прелесть что мы смогли соединить di purple в моем как бы лице да потому что я сыграл там в общем достаточно роковые все по партии стилистические это был роковое звучание роковые партии с евро дэнсовый вот этой вот ритмической фактурой и вот получилось такой интересный когда был эксперимен рок диско что диска ну получилось да такой в диско с ну с такой с роковой гитары и ну скажем так с таким холодным академическим вокалом это вот ну как бы это получилось это получилось мало того обратите внимание несмотря на всю там историю каждый теперь там по-разному рассказывает нас сегодня не стоит цель да а это именно живет до сих пор да то есть группа мираж в любом составе но не все конечно помнят там кто конкретно был она до сих пор ну как только где-то звучит музыка люди прямо как будто бы что зажигается причем это касается не только людей когда который премьеру песни слышали да и молодежь и так далее то есть значит опять угадали и вот тут возникает вопрос именно тогда начинается эпоха музыки ну вообще-то электронная музыка да она как бы как отдельный жанр и так далее но параллельно начинается век не прямого так скажем как это сказать не живого звука вот когда я помню уже опытные зрители видят о он вышел с гитары у неё гитара не подключена значит под плюс работает вот как вы как музыкант как сочетается работа в каком-то туре наверняка были телесъемки делать когда то вообще невозможно было это сделать вот сегодня что приятно алексей приехал нам во всеоружие специальными маленькими но инструментами которые помогут сегодня живьем услышать была такая с одной стороны эпоха всего всего всей возможности можете слушать все что угодно все разрешено но при этом начинает появляться такая попса что называется во всем и ну как у нас журналисты ряд джинса то есть музыка который непонятно кто записал непонятно кто ее играет это тот кидарис который играл и по всей стране катались эти ласковые мая прочие инструменты 5 о чем я говорю вы знаете что все дела это было и на западе и было и до этого было ну хорошо а те же самые фильмы в которых актеры одни пели а другие как бы были в кадре то есть только искусственным стало это все дела вот в то время когда если говорить практически почему там фонограмма использовалась тогда вот невозможно было вызвучить это потому что в то время хорошо это можно было в москве найти оборудование то даже для этого требовалось не только там колонки и не только усилители определенного скажем так уровня качества для этого требует еще инструментарий потому что электронная музыка предполагает электронное скажем воспроизведение то есть это то что не играет люди руками живьем это секвенсоры которые в которых забиваются значит ритмические партии ритмические паттерны она механистическая если ее сыграть живьем всю водка как бы нет это возможно получается ресторан тогда то есть вот эта механистичность она должна в ней обязательно присутствовать для того чтобы вот этот танцевальная как бы аутентичность в ней сохранилась поэтому все вот это возить с собой секвенсор это все дано невозможно было да использовали фонограммы иногда частично и иногда полная но у меня например всегда гитара была включена я стал живьем это же но мне просто не интересно было я с этим условием и как бы согласился работать в мираже потому что андрей ну летягин андрей с которым вот этот альбом как бы делали год целый он два раза мне за это время предлагал ну мы же с ним на студии собственно я делал свой альбом но да он делал мираж и параллельно давай ты у меня сыграешь давай сыграю хорошо послушал да и материал прикольно интересное давай я ну давай попробуем что-то значит соединить он нам вот соединили ну давай вот все же вроде идет но давай вот ты в коллектив я съездил на один концерт посмотрел ну я очень как-то это себя я сказал слушай я приехал с гастроли с этим я себя не вижу среди вот этого всего на сцене он говорит все через какое-то время коллектив полностью меняется будет работать ведь лицкая ночь наташка позвали и а мы с ним были уже знакомы да у нее профессиональная подготовка танцевальная выглядит здорово и набрали там живых музыкантов клавишники все это и я сказал ладно хорошо окей тогда это уже этого меняет все как бы я готов да я готов но я буду всегда играть живем для себя это важно но у нас не так много времени остается и живьем сегодня будет уже алексей у нас играть а финале программы о вашем творчестве почему потому что тоже такой важный момент опять же сначала мальчик гитару увидел потом попробовал блатные аккорды потом начал работать и ну как бы как аккомпаниатор назовем это играть потом постепенно 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 и вот уже появляется собственное творчество собственные какие-то идеи вот ведь можно же так и стоять всю жизнь да здесь поигрался у этого музыканта ну сопровождать что называется и мы знаем масса таких гитаристов они же во первых их всегда видно да когда к солист выступает и гитаристы да рядом ну или там в группе если например кто-то любит басиста девчонки кто-то любит там ну понятно поняла свое творчество она как вас заставила или нужда заставила ну причина возникновения творчества вообще в головах у людей они на самом деле разные никто никакого рецепта никак никогда не сможет вычислить потому что на самом деле неизвестно что и ведет творчество нас или мы творчество с одной стороны с другой стороны известные и в истории случае когда и бах там нуждался и моцарта когда писали просто на заказ потому что нужны были и достоевский писал для того же не дал долги погасить да и но из этого рождались великие произведения которые мы читаем или или мы слушаем и нам неважно как это неважно да как это было неважно что там в казино были проиграны все деньги для того чтобы отыграться надо было написать очередной роман романова закончить вот тут причин много почему возникает эти идеи иногда это знаете какой-то всплеск должен быть либо деньги проиграл в казино да не знаю либо в жизни что-то может пора остался с любимой женщина либо наоборот влюбился в какого-то женщину или наоборот там ну или наоборот там женщина в мужчину там голову потеряла у нее там сразу стихи к нему до ночи там бывает да потому что иногда бывает так просто спишь полностью готовы произведение падает в голову понятное дело что он не случайно туда упала потому что ты что-то осмысливал какие-то мелодии у тебя где-то были выстроилась она точно так же я просто знаю люди которые пишут стихи поэты к ним эти стихи залетает точно так же это просто они берут ручкой записывают это просто поток идет ну я вас покидаю напомню что в гостях у нас сегодня советский российский музыкант гитарист как музыку которого вы может быть много 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 лет слышите игру вернее до этой музыки алексей горбашов которого я оставляю с вами наедине и желаю вам хорошего прослушивания а сам посмотрю со стороны всего доброго до свидания музыка 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 КОНЕЦ